Крайний срок 1 сентября. За 5 месяцев в регионах страны должна завершиться программа переселения граждан из аварийного жилья. Как она реализуется в республике обсуждали сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Члены кабинета министров подвели и предварительные итоги заявочной кампании в оздоровительное лагеря. Подробности у Дмитрия Ковалева. Выполнению федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья в республике ничего не угрожает. Все планы согласованы, необходимые средства в бюджете заложены. У нас, вы знаете, цифры почти 13100 человек. Стоимость этой программы была 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Это, с одной стороны, огромные средства, но и по факту люди переселяются. В муниципалитетах стартовал четвертый завершающий этап программы. Только в столице региона в его рамках необходимо снести 112 аварийных домов и построить более 900 квартир. Это сложно построить дома за 5 месяцев. Но, тем не менее, рассчитываем к 1 сентября поставленную задачу выполнить. Уговорили застройщиков строить аварийные дома по более дешевой цене. Если стартовая цена была 29 185 рублей, то сегодня по итогам торгов средняя стоимость по четвертому этапу составляет 27 400 рублей. Причем ставку делали на стоимость 26 500 за один квадратный метр с отделкой. Мы неоднократно возвращались к проблемным вопросам. Реализация программы остается в стене. Это низкие темпы заключения муниципального образования, муниципальных контрактов на строительство и приобретение жилых помещений. Из предсмотренных на реализацию четвертый этап программы 1 миллиарда 387 миллионов рублей освоены 138 миллионов рублей. Это порядка 10%. Муниципальные контракты заключены на 892 жилых помещения. Подрядчиков, занятых на строительстве домов для переселенцев, приходится постоянно держать под контролем. В поселке Буинск и Бресенского района работы забуксовали. Многоэтажку обещают возвести в мае на полгода позже намеченного срока. К подрядчикам возникают вопросы и при приемке домов. По среднему мы выезжали, два дома проверяли, там стройсфера и Алса. Если у Алсы не так много было, то у стройсферы, конечно, там есть существенный дочет, который мы указали. В республике продолжается электронная регистрация для получения путевок в загородные лагеря. В этом году планируется охватить отдыхом более 11,5 тысяч подростков. Чтобы уменьшить нагрузку на электронную систему, заявление принимают в четыре этапа. Без боев не обошлось. По словам министра образования республики, уже зарегистрированы хакерские атаки. Следующий этап был у нас 8 апреля. Тот у нас ответственность была на системе, которая функционирует в городе Чебоксары. В системе работали 513 школьных и 5 муниципальных операторов. Из-за перегруза, из-за хакерских атак у нас на один час система приостановилась, из-за чего у нас выросла очередь. Работа над ошибками проведена. Сбоев в системе больше быть не должно. Следующий этап регистрации заявок стартует 28 апреля. Предстоит реализовать более двух тысяч путевок. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова